У нас трое детей. Аплодисменты, на самом деле. Вот это вот заслуживает действительно особого трепета и уважения действительно сейчас в нашем современном мире, где так всё просто. Я сама до сих пор, знаешь, сама до сих пор удивляюсь. И, ну что, когда говорю эту цифру, так начинаю считать, так, 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 когда, когда, когда и что. Но на самом деле это так. И, конечно, это был путь. И путь, который мы проходили сами, и разные периоды жизни, и трое детей, и то, что там было всё непросто, и с бесплодием, и с ранними родами у одного малыша. Ну, то есть там, знаешь, вот, наверное, нет такой темы, про которую я в жизни не могу говорить. Попанула, короче, да? Ну, тебе дали, чтобы ты росла. Понимаешь, мы же знаем, что любые испытания, дающиеся нам, будь то выбитые зубы в 6 лет, будь то, да, долгожданное зачатие долго не получается, всё даётся для внутреннего роста нашей души. И, как бы, сейчас кажется, что это очень тяжело и невыносимо, и почему я, за что мне, но это для того, чтобы, да, опять же, сделать шаг вверх. И я так понимаю, что таких шагов дали много. Конечно. Вот мне кажется, что, знаешь, прям вот галочки. Вот здесь на, и вот здесь, и вот здесь. Зато теперь, ну, та история сапожник с сапогами, то, что мне клиенты чаще всего возвращают, это как раз, ну, вот моя история. Вот, и вот прям про секс, знаешь, у меня были разные курсы, они есть, они классные. Но как-то тема секса, хотя, хотя сама я, как Юля, как женщина, как жена, этой темой интересовалась. Я ездила на тренинги в Германию, на Кипр, там, в Москве много проходила, в других городах. То есть, ну, я хотела... Да, тренинги-то вот эти, как вот, когда вот ставят на столы, и такие в том числе. И такие, потому что, потому что, смотри, что было. У меня же, ну, было много боли, много травм, много отвержения, унижения. И поэтому моё тело, у меня даже есть там в историях, мой путь. Вот если посмотреть на Юлю тогда, то это такая, вот прям, знаешь, вот здесь такой зажим в теле. Тесно ты очищаешься. Конечно. О каких вообще удовольствиях, наслаждениях, радостях, о чём, чтобы себе там нравиться, кому-то и привлекать, и поверить. А муж-то меня встретил, когда он-то меня видел уже красотку. Он-то говорил, а, люблю, красиво. А я сама не верила в то, что я красивая, в то, что я привлекательная, что я могу наслаждаться. И вот это был путь, который я проходила через слёзы, страхи, отвержения, ну, внутри себя преодолевания. Вот. И, знаешь, что-то щёлкнуло у меня после сорока. Мне сейчас сорок один. О! Да. Мы почти рядышком. Я тоже вот через пару недель перехожу в четвёрочку. Да. Ну вот, мне сорок один. И вот после сорока в прошлом году... После сорока ещё всё только начинается, походу? Вот прямо ощущение начинается. Но это же доказано, да? И вот мне казалось раньше, что это всё придумывают, что это всё какая-то там, ну, наверное. А когда я поняла, что это правда кайф, вот правда, вот ощущение, когда ты всех детей уже родил, когда ты никому ничего доказывать уже не должен, когда ты ни перед кем оправдываться не должен. Вот это вот ощущение свободы, оно действительно приходит сейчас. Вот настолько, что я готова выходить, проводить эти программы уже... Юля, как ты знаешь, что всех детей ты родила? Вот как ты вот... Сейчас девчонки спросят, вот ну ты же, если ты эксперт в теме секса, можешь как бы, да, вот сейчас вот у тебя пошёл какой-то новый жизненный опыт в этом. Все спросят, как ты предохраняешься? У нас как, откровенный, да, Эхер, честный? Ну да, чё, давай, рассказывай, как ты есть. Да. Ну, смотри, во-первых, это с точки зрения моего собственного ощущения, что я всех родила, да? У меня две дочери, у нас две дочери и сын. Причём сын тоже, опять же, вот про то, что путь, который я иду, да, и насколько он верный. В моей семье 30 лет не рождались мальчики. Ну просто вот. У всех были девочки, 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 три девочки, три девочки, три девочки, три девочки. А мы с мужем, ну, у нас там тоже есть такой, знаешь, журнал, в котором мы... Ну, не журнал, а блокнот, в котором мы пишем наше будущее, там, в 2013 году мы написали, как мы будем жить в 2050. То есть, ну, мы вот прям всё это делаем. Так-так прикольно. И там мы писали о том, что у нас будет трое детей и что будет сын. Хотя его вообще даже не было, и все беременности были сложные, там, бесплодие было. Короче, куча всего. И тут мальчик. Вот. Но так как, опять, если уж говорить про честность, да, у меня три кесаревые. Когда я смотрела видео рождение ребёнка, я такая, ну, блин, ну, как круто, ну, как круто. Ну, вот у меня так было. Потому что, опять же, в детстве я упала и сломала, как его называют-то, копчик. Даже ветреный копчик. Копчик я сломала, и всё, короче, завертелось. И когда мы родили третьего уже ребёнка, врачи сказали, Юль, ну, всё, достаточно. Ну, ты, да, ты, смотри, ты выполнила свою программу, ты выполнила свои желания, которые ты загадала. Теперь у тебя куча детей, у бесплодной, да, у некрасивой подтверждение того, что ты желанная, счастливая женщина, ещё и сын после 30 лет в роду одних женщин. Круто. В общем, вот так я и сына, где 7 девочек было у мамы. Все девочки, и так идёт у всех дочки, родились потом тоже. Потрясающе. Вот это, на самом деле, а ты разбиралась с этим? Это как-то влияет на твою жизнь? Потому что у тебя намного, например, мягкости, женственности, к тебе приходят девочки. И, наконец, там потом... Какие-то есть такие вот... Слушай, знаешь, какие есть? Вот какие есть. Я думаю, что тебе сейчас тоже будет понятно, и, наверное, твоим девчонкам будет понятно про всякие знаки вселенной, про ощущения и так далее. Сегодня наш умный Инстаграм подкидывает пост мне воспоминания. Я не помню, в каком году я его писала. И это воспоминания из моей прошлой жизни, когда мы только-только... Я описывала там свою историю. Мы только-только... Вот смотри, если говорить про род и про то, как я это создала в своей жизни. Ну, потому что я себе точно присвоила авторство. Вот в своей жизни, что я автор, и я это создаю. И как я это создала в своей жизни. Мы с мужем только поженились. Я описываю эту историю. Едем там куда-то к моей бабушке, а у нас такие очень сильные корни, сильная такая мудрая бабушка. И я ему еду и говорю, знаешь, вот моя такая картинка счастья, что я на большом черном джипе, ну, нам тогда по 18-19 лет, с дочкой, приезжая в дом к своей бабушке, и все, значит, я успешная. Муж мой умный, мужчина, говорит, слушай, а у тебя в картинке в этой счастье мужчина есть? И мне здесь как обухом по голове, что в моей картинке мира, счастливой, успешной Юли, мужчины тогда не было. И я тогда начала задумываться, что правда, у мамы, ну, как бы так, история, да, у бабушки там и так далее, и так далее, и парадукт. И тогда было принято решение, что я точно хочу по-другому. Вот просто взять, знаешь, и как будто реку, русло реки повернуть вспять. И в тот момент, когда у меня внутри вот это ощущение появилось, когда я правда тоже проделала свой большой путь, и отношения с мужем, ну, знаешь, перестали конкурировать, мы перестали там чего-то доказывать друг другу, мы перестали. Вот тогда совершенно неожиданно, негаданно мы такие. Я говорю, так, Саша, что такое, что такое? Подожди, а какой сегодня месяц? А где, а как? А, а, я была же давным-давно уже месячных беременной. Я бегу на УЗИ, они говорят, а у вас мальчик? То есть у меня даже не было времени, знаешь, там, походить, про это подогадывать. Да ты что, потому что заходил. Потрясающе. Ну, давай уедем обратно на тему предохранения, чтобы не заволновались. Давай, давай, давай. Давай, расскажи вот свой опыт. Ну, и у меня, так как у меня было три операции, мне просто врачи взяли и так все аккуратненько завязали. Поэтому у меня эта история сейчас решена просто, ну, по здоровью как бы. Да, понятно. Ну, тебе вообще сейчас, да, получается, это вообще не о чем беспокоиться. Мне еще не о чем. У меня тоже есть подруга, у которой перевязаны трубы, и она тоже для себя решила, что тему деток она закрыла, и она говорит, Саша, ты не представляешь, сколько сейчас в сексе раскрепощенности появилось, сколько вот этого вот всего. А другой подружке наоборот, а муж пошел, она сказала, я себя, чтобы чик-чик? Нет, вот пусть муж идет, и чик-чик. И они сделали вазоктомию после тоже троих детей, и он очень сейчас радостный, и тоже у них идет раскрепощение. И меня тоже спрашивают, Саша, вы не хотите, там у вас уже четверо, чтобы кто-нибудь чик-чик. Я говорю, мы чик-чик не хотим, потому что у меня сразу пропадает, у меня лично, это мое восприятие, у меня пропадает мгновенно магия секса, если я, то есть меня есть на обратных сторонах. Да, да, да. Это раскрепощение, когда ты не боишься, что вот, ну, там надо подумать о предохранении. А я наоборот, если я знаю, что этот секс никогда меня не приведет к ребеночку, ну, к потенциальному, если я сейчас абсолютно не хочу, мне ни времени не надо, то у меня магия сразу рушится. Но наоборот, когда я знаю, что есть какая-то опасность, просто разрывает. Я не могу это передать даже. Слушай, но у меня вот, да, у меня наоборот, и причем мне врачи, ну, говорили, Юль, мы там, не знаю, 80% врачей-гинекологов, когда ловят это ощущение, что все, все дети рождественные, они тоже это делают. Это раз. И второе, я спросила, ну, если вдруг совсем, ну, вот, ну, мне будет 43, ну, мне будет 45, ну, я прям совсем-совсем захочу. Можно? Они, можно, приходите, все сделаем. И я бы там не сильный, не сильный дает процент, что не 100%, что вернется, да, функция после, ну, перевязывания. Ну, по крайней мере, это хватит сделать, если уж совсем захотеть. Но то, что у нас точно пришло расслабление, раскрепощение, и вот это вау, можно, это точно 100% это так. Ну, вот, ребят, вы хотели ответ на вопрос, как это происходит. Литва Юля, она с вами поделилась, что один из способов, да, кроме всем известных, там, например, не знаю, там, барьерный метод контрацепции, гормональный, я не обсуждаю в моем блоге, это вообще такая, даже не затрагивается. Я тоже эти все истории, не как бы, ну, а для женщин, которые очень хорошо чувствуют свое тело, могут, ну, соединены очень сильно с лунными циклами, понимают, когда у них овуляция, когда у них происходят какие процессы, вот это я, например, да, я просто ориентируюсь на свое тело и знаю, что вот сейчас нельзя или наоборот надо. И когда ты в контакте со своим телом, то ты это все чувствуешь, вот прямо на уровне, вот, что, а, там все, что-то произошло, что-то произошло, и это очень круто, что вот у тебя тоже это есть. Да, да, вот, но тема, давай все-таки у нас не предохранение, давай перейдем на горяченькое, и вот, хорошо, ты почувствовала, что все, после 40 все детки родились, я готова говорить об этом, потому что я имею опыт, да, мы все время говорим о чем-то, когда мы сами прожили что-то яркое, на что нас впечатлило, будь то негативный, будь то позитивный опыт, наверняка, клиенты к тебе тоже с этим приходили, приходят, ну, мне кажется, нельзя без собственного опыта, вот, слушай, без собственного опыта, мне кажется, нельзя, потому что, ну, это, знаешь, такой синдром, ну, не знаю, там, жирного диетолога, когда у меня не получилось, но я вас научу как, ну, так, у меня даже язык не поворачивается говорить на те темы, в которых у меня не получилось, ну, люди не глупые, они все это понимают, видят и знают, и можно говорить и делать только то, в чем у тебя получилось, тебя, у твоих клиентов, а не так, что, вот, у меня получилось и у вас получится, нет, это правда был путь, это был, и ты начала говорить про клиентов, и про клиентов путь, когда я приходила, мы начинали работать, и прекрасная пара, вот, красавцы, и он, и она, спрашиваешь, как у вас, у нас нет секса, там, полгода, а у нас год, а у нас три, а у нас пять, и когда я слышу, что нет пять лет секса, когда там трое детей в семье, когда они... тоже как-то, блин, не айс звучит-то, это нормально, Саш, пять, это ненормально, и мы работаем с девочкой, даже не про тему секса, ну, в тот момент конкретно, а работаем по другим её психологическим задачам, и она пишет, вот такое сообщение, просит от мужа передать, Юль, вот муж просит вам передать, что у них вернулся секс, и когда таких пар стало раз, два, три, пять много, я думаю, ну, слушай, ну, это правда так важно, оказывается, людям, ну, вернее, так много людей, кто не видят даже, что это есть проблема, и не занимаются ей, они просто, знаешь, задвигают на неё, ну, как бы они осознают, блин, да, так бы не было, я не там смотрела фильмы, как же называется, про любовь, не знаю, смотрела, где там разные истории, там Равшана Куркова играет, Анна Меликян, режиссёра, и там девушка, очень злая, такой, полицейский, злой, злой полицейский, и написано, и над каждой написано, столько-то дней не было секса, столько-то дней не было секса, да, чем больше не было дней секса, тем более раздражительная, злая, как бы, такая склочная женщина, есть ли у тебя такие наблюдения? Они, конечно, они есть, во-первых, а во-вторых, больше претензий к миру, к себе, это, с точки зрения гормона, всё объяснимо, ну, то есть, даже элементарно, с точки зрения работы нашей гормональной системы, когда мы говорим о том, что во время секса, у нас вырабатывается гормон окситоцин, потому что мы в контакте, просто с человеком, с другим, это гормон, отвечающий за наши ощущения безопасности. Такой приятный гормон, офигенный просто, он же ещё, конечно, да, и кормишь грудью, и обнимаешься, это поцелуешь, и мужчина, это всё, это прям, аж ладошки чешутся от счастья. А это про ощущение безопасности и про нашу самооценку, то есть, вот сейчас девочки могут все себя поймать на мысли, если вы ходили на массаж, мне кажется, сегодня ты была, или когда на массаже-то там показывала? Я каждый день хожу. Пойдёшь каждый день? Когда ты выходишь после массажа, когда ты выходишь после парикмахера, когда ты выходишь после каких-нибудь, знаешь, таких классных танцев, и есть ощущение, что ты любишь весь мир. Вот после хорошего секса такое же ощущение, потому что много окситоцина, потому что много этого, того, что я вообще нужна, что у меня, что со мной всё хорошо, что с тобой всё хорошо, и мир правда кажется классным. И окситоцины, дофамин, эндорфин, все гормоны, отвечающие за счастье. Поэтому здесь, ну, это очевидно, это не надо даже, те, кто, люди иногда думают, ну вот в тонком мире, на уровне энергии, это я верю, не верю, да не надо верить. Откройте вообще любые исследования и посмотрите, что всё это так, и это работает. В том числе и сексуальная энергия, про которую мы говорим, её вообще сейчас измеряют, её можно потрогать, пощупать, увидеть на фотографии, в тепловизор, пожалуйста. Это для тех, кто совсем, знаешь, вот очень сильный такой материальный мир и не верит. ребят, всё поменялось, всё меняется каждый день, сейчас уже жить в старом парадигме, в старых паттернах уже не получится, вас уже просто мордой тыкают и говорят, ребята, мы не только мяско, кости, кровь, биохимический набор всяких штучек, мы сгустки энергии, однозначно мы обладаем энергиями, мы живём за счёт энергии, мы посланы сюда, чтобы выделять энергию для наших главных задач. И сегодня, как раз сегодня и завтра я на таком обучении закрытом, там под грифом секретное, ты знаешь, это вот то, что было много-много лет, разрабатывалось в научных институтах при правительстве и оно не использовалось, ну там такая история, и я, в общем, не удалось попасть в эту группу. И мы опять то же самое говорим, научные исследования про то, что про энергии, про нашу осознанность и про всё, что мы живём в другом мире. Поэтому отрицать, что это есть и отрицать, что это, что секс, например, вот про алкоголь тут говорят, да, почему секс с алкоголем в другой, да, это очевидно и понятно, потому что в этот момент вы ослабляете контроль, потому что вы здесь себе как будто бы разрешаете больше. И если у вас секс классный только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, это большой вопрос к вам, это нужно идти и уже решать с этим что-то, потому что зависимое. Что алкоголь, что наркотики, это на самом деле такой, я как человек, который в своей жизни пробовала и то и другое, это такой иллюзорный мир, который ты создаёшь себе искусственно, потому что у тебя не хватает ресурса или ты о нём не знаешь, как достигнуть этого состояния по-другому. Трезвости, да. Ты просто не умеешь пользоваться своими, а на самом деле данными тебе по праву рождения огромными энергоресурсами, которые ты можешь прокачать естественным путём без использования вина или каких-то других способов. Вот сейчас, когда мне почти 40 лет, у меня вот это открытие пришло, сексом у меня всегда всё было, слава богу, замечательно. А вот эти вещи, да, у меня сейчас как раз-таки инсайты, и я вот учу себя. У меня вообще жить по кайфу постоянно стало без вот этих всех допингов. И ощущения другие совсем, когда ты в здравом сознании, и это совершенно, даже секс сам по себе другой. Да, и ты чувствуешь всё вообще там в каждый клеток, там уже не просто идёт как бы наслаждение, раскрепощённость, там ух, визги, пляски, там идёт на уровне клеточек, на уровне каких-то пульсаций. Там вот так, Саш, там пульсации на дых друг к другу, и у тебя уже всё тело реагирует, и ощущение, что ты одна большая эрогенная зона. И вот когда ты так мир чувствуешь, то не надо бежать и ждать, а когда у меня будет счастье там, или потом оно где-то будет. Оно у тебя сейчас в моменте, потому что тебе вкусно жить, тебе вкусно пить воду, тебе вкусно быть в эфире, и люди-то, конечно, бегут. Я даже могу сделать такое дополнение, когда, например, ну так вот, давайте, у нас сегодня совсем супервзрослый эфир, такой откровенный, если, например, происходит интим после алкоголя, да, там ещё как хорошенечко, если там, ну, там надрались, то это, как правило, идёт, ну, давайте назовём это простым словом, долбёжка. Вот. А когда это, вот как мы сейчас описываем, да, абсолютно вот это на sensual таком уровне, когда вот полная чувствительность включена, это происходит, это может даже происходить медленно, настолько медленно, что там даже, ну, вот как ты сейчас показала, вплоть до каких-то... Вот, вот, на расстоянии, вот прямо даже... И ты начинаешь чувствовать партнёра вот здесь. Но это, опять же, вот хочется очень донести до всех девчонок, вот, что наша оргазмичность и наше умение получать удовольствие, оно не от мужчины зависит. Мужчина может быть сколько угодно умелый, классный, вообще крутой, но если у тебя в теле нет, ну, ничего, вот такая вот кожа толстенькая, да, потому что здесь страшно было, больно было, обидно было, стыдно, виновата, и ты наростил, наростил, наростил вот этот вот панцирь, да, то чувствительности это не будет. И это прямо очень важно и понимает, что наша оргазмичность и чувствительность это то, что от нас зависит. Юленька, скажи, вот девчонки пишут, у меня давно нет секса, что со мной не так? Вот почему в итоге ты говоришь, вот пять лет у кого-то, и вот, во-первых, есть какая-то у тебя закономерность, которую ты заметила, когда это происходит? Это там первый год после рождения детей или, например, пятый год, или когда, вот в каких ситуациях чаще всего такое случается? Или когда, например, у пары недостаток финансовый какой-то, в финансовой сфере в семье, когда все задолбаны на работе, приходят, это хватает, или когда мужчина только один везёт, жена не работает, мужчина работает, и вот он на своей работе приходит, домой ему уже не до жены. Вот есть какая-то вот особенность, такая вот, если простым языком, не уходя на мир энергии, а потом к энергиям вернуть? Да, да, слушай, знаешь, Саш, я здесь вот что хочу сказать. Есть и то, что я в своей практике наблюдаю, то, что описано в литературе, есть какие-то понятные кризисы, да, что вот там через столько лет, когда родился ребёнок, когда-то... Но сейчас настолько в мире всё меняется. И когда ты смотришь на них, они только-только начали встречаться. Вот казалось бы, любят, любят, к симпатии относятся, друг к другу симпатии, отношения есть? Нет. Ну, интимного характера, секс есть? Нет. То есть вот сейчас, правда, мы живём в таком квантовом бульоне, где очень сложно даже предсказать, что у вас будет вот такой-то кризис, через три года готовьтесь к нему вот так. Это может быть вот обухом по голове, прям сейчас, раз, и не стало. Хоть он работает, хоть она не работает. Вот, конечно, есть такие реперные точки, на которые мы можем опираться, да, там, беременность, после беременности, рождение первого ребёнка, но при этом есть огромное количество людей, которые говорят, слушай, у меня как было, так и есть. Сейчас это зависит уже от других вещей, чем просто от топорных. Точно так же, как мы там про возрастные границы, например, у детей говорим, да, что подросток раньше было, что это 13-14 лет, а сейчас 11, и они всё уже повзрослили. И вот в отношениях, и в кризисах внутри семейных пар сейчас происходит такая же тенденция. Поэтому я хотела бы, ну, для всех сказать, давайте вы посмотрите вот на себя и сами, ну, оцените, увидите, что у вас сейчас. Потому что, если сейчас вам некомфортно, то неважно, есть у вас кризис там по всем описанным в литературе терминологиям, или его нету. Вы просто берёте и говорите, вот сейчас мне плохо. И неважно, что у нас конфетно-букетный период. Или сейчас мне плохо. Плохо в каком смысле? У тебя не хватает ресурсности? Ты не видишь куда-то... Что значит плохо? Вот как вот? Или просто вот ты не понимаешь, откуда у тебя это ощущение того, что вот что-то не так? Или плохо с этим человеком в плане раскрепощения, плохо с ним именно вот? Ну вот смотри, всё же в мире создано для того, чтобы мы в принципе-то жили хорошо, в удовольствии, и радовались, и наслаждались. Если мы сами себя не начинаем чем-то мучить и убивать, например, хоть работой, хоть отношениями токсичными, хоть едой плохой, каким-то образом жизни. То есть в принципе у нас мы как бы функционируем так, что мы просыпаемся здорово, и счастливо, и красиво, и идём эту жизнь, эту проживать. Но если вдруг ты понимаешь, что тебе не хочется просыпаться, не хочется рядом с ним быть, тебе не хочется за собой последить, тебе не хочется выйти там куда-нибудь, но этих маркёров много. Я люблю здесь всегда говорить, твоя душа точно знает. И вот сейчас абсолютно точно нас кто-то слушает и говорит, ну да, это про меня, но я боюсь себе в этом признаться. Вот душа, это ну так то, что чему не нужно объяснение. Вот ёкнула, значит, это про меня, значит, я себе вру. Год, два, три, пять, десять, двадцать пять лет я себе вру. Что мне, ну вроде так-то и хорошо, а на самом деле быть охота. Угу, угу. Очень многие же женщины действительно жалуются на то, что происходит близость с мужем, например, но она абсолютно не приносит никакого радости, никакого вот этого, то, о чём мы говорим, да, близость, когда на уровне клеточек, энергии такой вот счастливой, когда вышла весь мир, любишь, а потому что какая-то обеззаловка. А вот тоже в этой ситуации наблюдается энергетический упадок у женщины, что она в себе что-то там закрыла на ключик. И, то есть, опять же, не надо, не стоит быстрее, многие говорят, мой муж невнимательный, вот он никогда не будет там мне при людии какие-то, ласки где-то там и так далее, вот сразу там топорно подходит к вопросу, а я не успею раскрыться, и мне вот не в радость. Вот. Дело тут в муже всё-таки, кого надо воспитывать? Или на себя как-то? Я здесь, знаешь, хорошо говорю. Пере себя работать. Я, знаешь, про что говорю, люди очень часто сейчас, когда слышат слово сексуальная энергия, они говорят, ну, нет, у меня-то секс есть. То есть секс и наличие сексуальной энергии, это вообще вещи не обязательно взаимодополняемые, обязательно связанные. Секс, ну, как ты говорила, да, сейчас он может быть, но он может быть какой? Что это там? Трах? Долбёжка? Что-нибудь ещё, да? Супружеский долг? Но при этом там нет вот этой вот, ну, вот этой вот энергии, да, когда ты хочешь, когда тебя тянет к партнёру, когда ты сам от себя обалдеешь и получаешь удовольствие. Поэтому вот здесь, ну, перемешалось всё сейчас. И опять же, нужно разделить эти понятия, что секс у тебя может быть, но это не может быть той сексуальной жизнью, которая тебя удовлетворяет и которая приносит действительно наслаждение и кайф. А классно, когда эти вещи заменяются, совмещаются. И с чего мы начинаем? Конечно, мы всегда с себя начинаем. Потому что с такой женщиной начинаешь разговаривать, а где ты сама? А что ты себе разрешаешь? А что ты себе позволяешь? А как ты себя принимаешь? И выясняется, а, в зеркало не смотрю, там, фотографию делаю только селфи или вообще не делаю? Вот недавно у меня был, ну, что, год же, вот недавно закончился, да, я там проводила, тоже у себя написала всем, девчонки, мальчишки, сделайте фотографии, ну, сделайте просто слайды вашего уходящего года. Они сделали. Говорят, Юля, у меня фотографий нет. Я за год ни разу себя не сфотографировала. Почему? Не могу смотреть на себя. Хорошо, девочки, вот даже по теме секса обсуждаете с мужем, с партнером? Нет, не обсуждаем. Я стесняюсь. Ты знаешь, где тебе нравится? Нет, не знаю. Как ты получаешь оргазм? Ну, случайно. То есть, что такое случайный оргазм? Который то ли да, то ли нет. Сегодня повезет или не повезет? Это, знаешь, такая вот рулетка русская, когда она сама не знает, что ей хорошо. Да. Слушай, ну да, это такая печалька прям. Я тоже вспоминаю. Печалька. Моменты, да, действительно, когда ты, какой там оргазм? Лишь бы там, не знаю. Я, на самом деле, я делилась вот в своем блоге тоже, в инстаграме, что я осознала, что такое настоящий оргазм, вот полностью. Вот тот, который прямо вот когда, вот про то, что когда волосы на голове шевелятся, когда взрыв и ба-бах, только со своим мужем, которым я сейчас, когда с человеком, который действительно уделял внимание моему внутреннему миру, с которым мы пошли не просто в какую-то физическую чувствительность, а именно в беседы долгие, в разговоры, в какое-то там изучение друг друга, идти рядышком, и тогда вот уже перешла какая-то другая, не знаю, зрелость, другие ощущения. Слушай, а вот пишут девчонки... Потому что есть доверие, Саш, потому что есть доверие. Наверное. У нас оргазм — это маленькая смерть такая, когда ты, знаешь, отключаешься... Это вот есть некоторый миг, ну, как у тебя, я не знаю, мы можем, конечно, тоже пообсуждать, есть некоторый миг, когда ты вне вообще контроля, ни мысли, ни тела своего, ты как будто бы себе не принадлежишь. И вот в это состояние очень, ну, попасть-то какая с кайфовы. Ты потом туда хочешь ещё и ещё. А когда ты боишься, когда ты не доверяешь себе, ему, всему этому миру, но ни о каких. Мне кажется, я поняла сейчас такую тоже немножко откровенную вещь. Вот я сейчас вспоминаю, что меня привело именно к моим оргазмам. Во-первых, я поняла, что мне надо перестать красоваться. Раньше я думала, как сейчас меня видит этот мужчина, чтобы быть перед ним хорошо, вот там правильно, правильно двигаться, правильно выглядеть там. Да, вроде бы всё было прикольно, сейчас я двигаюсь только в направлении своего удовольствия. Вот туда, 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 чтобы вот мне интересно сейчас меня. Знаешь, когда же мы иногда бывает, что меняемся, сегодня там для него удовольствие, сегодня для меня, но в итоге получается, что всем классно, когда, потому что известный факт, что одному когда прикольно, и другой тоже кайфует просто от того, что видит такой, такие эмоции. Ничего нет круче, когда и женщина делает для своего удовольствия. Это самое возбуждающее для мужчины. Да, и я начала просто искать свою вот эту вот точку, я её нашла, и каждый раз теперь бум, вот всё, пошли, давай. И теперь я иду, знаешь, как на гору, идём, 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 и вот она, гора, бах, первые, когда я бахнула. Да, вот я начала меньше думать о том, как я выгляжу, как я подаю себя, а я стала делать это для себя и кайфовать именно от самой себя, какая я сейчас свободная и для себя. Мне классно, что у тебя это получилось, знаешь, но вот когда я, почему, опять же, я не могу сейчас об этом не говорить, потому что истории, как я выгляжу во время секса, как я выгляжу после, мне некоторые девочки говорят, я устаю так, я говорю, отчего ты устаёшь? Он говорит, ну, я спать потом не могу, я говорю, в смысле спать не можешь? Ну, потому что я потом всю ночь лежу, ну, это, знаешь, не с мужем, а с мужчиной, с которым она встречается, я потом всю ночь ещё лежу и думаю, а как я сплю сейчас, красиво или нет? А у меня вот здесь вот, ну, там, ничего лишнего не видно, и я говорю, конечно, ты будешь от этого уставать. Потом другая история, когда девочки говорят, говорят, что я стесняюсь, да, у меня есть оргазм, но он такой вот, ну, клитеральный там, он от мастурбации, он ещё чего-то, и я стесняюсь, ну, наверное, я какая-то не такая, они приходят на консультацию с этим и говорят, Юль, я стесняюсь, что у меня нет вагинального оргазма, например, да, а вдруг у него было с другими женщинами, а со мной не было, и тоже, и вместо того, чтобы вообще расслабиться и получать удовольствие, потому что это тоже мифы, какие виды оргазма существуют, почему это так происходит, как это устроено природой, потому что, ну, в общем, про это я тоже всё буду рассказывать очень много и подробно, но пока она думает о том, что она не тот вид оргазма испытывает, конечно, у него её не будет. Слушай, ну, девчонки пишут даже вот так, а что делать с тем сексом, у кого нет мужчины, может ли, нужно ли что-то другое, например, когда ты сам себе приносишь удовольствие называть сексом, или вот какие у тебя есть, есть ли у тебя клиентки, которые говорят, у меня просто нет мужчины, поэтому у меня нет секса, и надо ли, если, например, нету, то хотя бы для здоровья, для вот этого, знаешь, как говорится, надо для здоровья такое, знаешь, такое советское расхождение, это выражение. Слушай, но для здоровья, для какого? Для психического здоровья, когда ты снимаешь много-много напряжения, и это хороший вариант эмоциональной и физической для тебя разрядки, вот здесь я тебе буду говорить, что да, конечно, ну, это полезно, важно и нужно, когда у тебя нет партнера, когда у тебя партнер уехал, когда там, ну, не знаю, по здоровью он может, а ты не можешь, то есть, ну, вот для всех вот этих историй, почему нет? Ну, опять же, что я встречаю? Девочки говорят, ну, вот у меня пока нет партнера, я сама тоже не не, хотя мастурбация, если девочка не занималась, можно же, да, она же 18 плюс? Да, я надеюсь, 18-летние, кто затесался, их там отвлекло, что-нибудь что-то. Да, даже вариант мастурбации, это важно, полезно и нужно для исследования собственного тела, потому что вот то, что я говорила, когда оргазм у тебя случайный, когда ты сама даже не знаешь, от чего он происходит, ты, ну, со своим телом незнакома, когда девочки стесняются, опять же, своего тела, потому что, когда я спрашиваю, вы смотрите на себя в зеркало? Ну, нет, конечно. А с партнером только без света, там, и так далее. да. То, ну, можно идти, опять же, ты вот хорошо сказала, что ты сейчас знаешь, как у тебя классно, 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 вы дошли, дошли, и всё, и вы пошли, и это тогда управляемый процесс, он вами, ну, он вами создается, вы можете его увеличивать, уменьшать, а случайную историю это сделать, с этим сделать ничего нельзя, поэтому самим собой можно отдельно от партнера, вы можете об этом договариваться, он уехал, ты уехала, на работе, где-то ещё, и это так круто, потому что, опять же, тема измен, неизмен, когда он пошёл в ванну, там, маструбировал, например, почему он это делал, ну, не знаю, ну, поговорю, приходит, говорит, ну, потому что у него тяжёлый день был, а меня ещё дома не было, вот он пошёл, разведился, я считаю, что он не изменяет. человек, который со своим телом в контакте, со своим телом делает что-то, да, или девочки, да, а вот когда эти вещи в семье вносятся, и когда, сегодня же много очень девайсов, да, когда там электрические, дистанционные, все остальные, это украшает жизнь, и это делает, это делает жизнь яркой, насыщенной, поэтому, конечно, можно и нужно, хоть ты одна, хоть вы с партнёром, хоть как, это то же самое, что еду пресную есть. Юль, смотри, вот сейчас многие слушают и ловят всякие вот в себе, оп, здесь кольнуло, здесь про меня, блин, да, вот я тоже, вот говорю про мастурбацию, муж когда говорит, я чувствую, фу, козёл, там, изменник, там, да, или, ну, неважно, каждый хватает, у меня нет секса, у меня нет партнёра, и я вот стесняюсь, там, что-то там это, вот с этим работать же нужно, если вдруг ты понял, что, да, вот есть такая зацепка, сейчас же огромное количество разных курсов личностного роста, финансовых, так далее, но почему-то вот тема секса как-то мало кто прокачивает, и вот... почитала у тебя в профиле, почему ты там, что вы там такое делаете, расскажи нам немножечко. Вот смотри, Саш, самое основное, классно, спасибо, что ты почитала, самое классное, самое важное, что мы там делаем, вот чтобы было понимание, я не про механику процесса, не про вот там оральные, мануальные ласки, не про это, здесь есть специалисты, которые лучше, чем я, и я с ним ухожу и чуть, но это уровень, знаешь, такой следующий, потому что, опять же... А мне кажется, что это как раз-таки предыдущий тот уровень, про который ты, это то, с чего должно всё начинаться, потому что механика, как мы сказали, можно, в принципе, ну, расслабился, там, пошёл, знаешь, а вот это то, с чего нужно правильно начинать и переходить в свою сексуальную жизнь, сейчас, когда у нас всё меняется в мире, и квантовые скачки, вот эти уже нельзя, и слепой не замечает, это то, с чего мы начинаем близкие отношения с нашим любимым партнёром по душе. И поэтому я его назвала основной инстинкт, что сначала вы с этим работаете и с принятием себя, и с вообще того, что я женщина, а некоторые мне говорят, Юль, мне 53 года, я стесняюсь себя называть женщиной, пожалуйста, давайте вот все меня будут девочкой называть, я хочу быть девочкой, девочкой, говорю, ё-моё, как-то вам 53 года, у вас там внуки уже, и дети, ну, и там, и 38, хоть сколько лет, то есть вот это вот, знаешь, это же тоже отрицание части себя, отрицание там своего возраста, своей сексуальности, своей зрелости, своего, ну, того процесса, в котором ты идёшь, и он может быть очень красивым. В этом тоже есть ключ, который не позволяет тебе наслаждаться моментом своей жизни. Я за то, чтобы её проживать красиво всегда, но тем не менее. И вот основной инстинкт, это некая база такая, это вот прямо то, что мне кажется, нужно вот, ну, вот давать всем про принятие, про любовь себе. Даёт всем, у кого приелось, знаешь, что ты вот действительно вот уже давно в браке, давно вместе, и вот уже как-то, ну, одно и то же, одно и то же, и муж как-то, знаешь, даже про свингерство подумывать начинают и так далее. Однозначно подойдёт, и здесь в том числе, я говорю, мы 30, не 32, а 23 пока года вместе. Я не знаю, какой у вас, Саш, есть, может, там свой какой-то ритуал, вот мы столько лет вместе, и каждый день, когда мы ложимся в постель, или когда мы встречаемся, вот уже всех детей положили, и всё, мы смотрим в глаза другую, и говорим, привет, друг другу, привет, даже если мы целый день были вместе. И для нас это такое включение, что всё, вот теперь нас же. Мы выключили, да, все роли другие, мы стали вот мужчина и женщина, сейчас в моменте, привет, или вот, ну, мне очень хочется разрушить миф, я вообще за семьи, за длинные, долгие, счастливые отношения, разрушить миф, что через 15, 20 или 30 лет нельзя со своим партнёром быть в удовольствии, наслаждении, это можно, и на курсе мы будем это делать как раз, то есть мой курс будет про принятие себя, про убирание всех, их тело наше помнит всё, все боли, все наши обиды, все вот, ну, всё, чему ему доставалось, он точно всё помнит. Да, да, да. Вот с этим это всё убирает. Кстати, это очень мощно, потому что женщина, она же в течение жизни очень, у неё же всё завязано, наша женская энергия откуда? Из малого таза, да? И у нас в тазу выкидыши, замерзшие беременности, да, всякие... Болезные месячные. Месячные. Осмотры гинекологов, даже если вот... Это же может быть очень травматичным. Да, я работаю с самыми сложными случаями, то есть, ну, на самом деле, я беру и работаю с очень тяжелыми инцестами, изнасилованием, вот это всё. Я недавно поняла, что очень огромное количество женщин в своей жизни имели нежеланный секс. Ну, даже если это не было на изнасиловании, там, с избиением, ну, такой секс, которому их принуждали в детстве. А сейчас, когда я выросла, я начала разговаривать тоже много с коучами, я поняла, какое огромное количество женщин имело надругательство со стороны родственников, у меня был шок. И это всё, это страшно обсуждать. Женщина предпочитает это всё забыть, как страшный сон, никогда больше где-то там оставить. Но тело... Так, не обои. Да. Расскажи вот об этом. Тело помнит всё. Вот оно настолько мудро, оно, я говорю, что все истории вот эти из категории ужасных, да, у меня их столько, я даже не буду сейчас портить наш эфир имя, потому что нам кажется, даже мне кажется, что, ну, всё, я теперь знаю всё про жизнь. Проходит время, мне приходит девочка и рассказывает ещё какую-нибудь такую историю. Я говорю, как? Вот так. В общем, вот даже просто насмешки, упрёки. Как ты взрослела? Что тебе говорила мама? Как на тебя в школе, на физкультуре, там, учитель физкультуры орал или не орал? Потому что девочка иногда приходит, говорит, я боюсь ходить, там, стесняться переодеваю, вернее, стесняюсь переодеваться, потому что учитель в школе там заходил к нам в раздевалку, нас построил и говорил, что мы должны что-то делать. Дальше. Вот эти осмотры гинекологов, про которые мы тоже говорили, да, и какими они бывают, и тело в этот момент вот раз спазм, раз спазм, раз спазм, раз спазм. А потом мы его же наказываем и говорим, а ты чего такое там толстое, а ты чего такое негибкое, а ты чего такое нечувствительное? А оно и так уже, ну, оно исцеление просит, оно прощение, принятие просит. Вот эти... Вот как девочки пишут многие, но я не могу расслабиться, вот даже с мужем, не могу расслабиться, не приносит удовольствия. Вот это всё оттуда. Вы заглядывали, что, какой паровоз, товарняк, товарный поезд за вашим локомотивом вы тащите, ой, видишь, раз... Да, 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 горячо. Вы тащите из прошлого за собой. Девчонки, конечно же, этот товарняк, вы там легли, на вас навалились все эти вагоны, конечно же, вы не можете расслабиться. Конечно, вот это всё мешает, тянет, избавиться от этих связей. Ведь известный факт также, что женщина, которая спала в своей жизни, давайте уж, чего греха таить, мы все в современном мире живём, и не там... Ну, тебе повезло, вы встретились там ребятками молодыми, да, и вот, может быть, скорее всего, муж у тебя первый, не первый, не знаю, ну... Ну, я варенька была девушка. Первый и единственный. Вообще, слушай, это тебе отдельное просто такое-то... памятник сейчас ставим здесь онлайн. Но женщина тащит с собой также энергию прошлых мужчин. Есть такой факт, что когда мы были в близости, а если ещё и разрыв был болезненный, то вот эти все энергетические зацепки идут женщиной. Мы тоже, я когда делаю с девчонками карты желаний различные, вот эти все, когда они желают себе партнёра по душе, мы растождествляем себя с нашими прошлыми партнёрами, чтобы не тащить это всё в постель со своим нынешним мужем. И с партнёрами, и с мамами, и с папами сколько не происходит вот опять же расслабление, удовольствие, наслаждение, кайфа. Сколько девочки перекрывают себе, мужьям своим и деньги. Мы же знаем все, что сексуальные, это уже все говорят, сексуальная энергия, это энергия творчества, это энергия ваших денег, это энергия успеха. Люди летят, как модельки, на сексуально заряженных, привлекательных людей. Вот когда ты такой, то к тебе все хотят рядом быть с тобой. Поэтому, и когда они говорят, Юль, ну вот мне, там опять, я не беру сейчас и молоденькие совсем девчонки, и вот уже примерно моего возраста они говорят, а я переживаю, что у меня мама там одна, дома, страдает бедная, а я тут, ну вот, ну она мне позвонила, опять сказала, как ей плохо, как она болеет, как ей тяжело, все на меня вылило, ну муж пришел, у меня уже точно недоотношение с ним. И что мы, или еще одна из историй, вот недавно приходит мне, девочка пишет опять, Юль, я поняла, что я сама блокирую себе беременность, потому что я стесняюсь беременной ходить перед отцом. Она замужем много лет, потому что, когда я буду беременна, это значит, что у меня был секс. Да. Папа точно тогда поймет, что у меня был секс, а она уже пять лет замужем, и она стесняется. Вот про меня. Я тоже стесняюсь каждый раз говорить родителям о том, что я беременна. Это будет период такой, ну потому что это будет точно свидетельством того, что у меня есть сексуальная жизнь. Капец. Я, конечно, очень быстро с собой это все перееду, но мысль вот эта есть. Если кто-то поймал сейчас себя на это, ставьте плюсик, я хочу посмотреть, сколько у нас таких есть еще среди нас. В мире здесь присутствует. При этом я себя тоже помню, мне было 20 лет, и я уехала тогда, мы уже там хорошо встречались, так дружили с мужем на... Мы еще не были женаты, уехала тоже на курорт мы, и я сидела и плакала, что у меня день рождения сегодня, мне муж давит, первое кольцо с бриллиантом и все такое, а что мама там у меня одна, и я сидела и плакала, пока я тоже себя на этом не остановила, что... И опять же, на курсе первую неделю мы это делаем. Ты смотри, сколько там плюсиков, там просто... Да я вижу, сколько, да, девочки. Вот эта сепарация, что ваши мамы и их судьбы, это одна история. Ваша собственная жизнь и ваше право быть живой, здоровой и счастливой, это другая история. И решать за себя, и выбирать за себя. Не то, что вам выбирает мама, папа, бабушка, там, братья и сестры, такой выбор мужчины, секса, позы, того вида, как вы получаете наслаждение, как вы умеете разряжаться и летать на крыльях, это только ваша жизнь, и вы ее проживаете сами. Учиться вам нужно этому. Слушай, хочется даже опять спросить вот про плюсы. У кого голоса мамы звучат, когда вы покупаете себе там вещь, и вам кажется, что она слишком дорогая, когда вы там, не знаю, даже ругаетесь с мужем, и вы думаете, вот если бы мама сейчас покупаешь, а не слишком ли оно вызывающее, мама бы не одобрила. Да. Или там, я говорю, даже с мужем, хоть ругаетесь, хоть радуетесь, хоть сексом таким видом, хоть другим занимаетесь, и в этот момент думаете о том, а что бы мама вот сейчас, если бы вдруг, только бы не узнала. Вот правда. Таких историй очень много. Опять же, это тоже и про деньги, и про вашу возможность наслаждаться жизнью, потому что секс – это качество жизни целиком, а не только то, про что происходит в спальне. И опять плюсов много, но у всех, у многих, у многих. Да, нет плюсиков, когда молодой человек пишет тексты моих песен, я вас замечаю, Олег, я читаю, мне очень приятно, вы не остались незамечены. И как мне одиноко в этот момент, вот, слушай, про одиночество давай тоже немножко скажем. Да, конечно. Потому что прошло 14 февраля, скоро 8 марта, и это, знаешь, все эти праздники, когда шурс начинается завтра. Это прям вот депрессняк для людей, у которых, ну вот нет, вот этих вот горячих, душевных отношений, они чувствуют такое одиночество, что я написала пост, когда про эти 14 февраля, и, ну, говорю, делитесь у кого что там, кто там это, и такое количество людей написала, что, а я как бы вот, а я одна, а я вот, на самом деле, я сейчас тоже, ну, давай, ты продолжи, я с тобой потянусь опытом. У меня тоже был же момент, когда я была одна, и тоже встречала 14 февраля, и, ну, у меня вот, не могу сказать, что я сильно чувствовала себя одиноко, но, видимо, из-за того, что у меня такой внутренний мой огонёчек настолько сильный, зажигательный, что у меня нет, ну, не все же такие зажигалки, как я, вот поделись, да, вот что делать тем, вот кто чувствует это одиночество. Я тоже писала про это пост, и, знаешь, здесь всегда есть первый, ну, такой вот базовый момент, это признание того, что мне сейчас правда хреново. Вот правда, потому что что происходит? Девчонки приходят, опять же, и говорят, что, Юль, не, мне нормально, у меня кружок по танцам, кружок по вокалу, кружок там фитнес, ещё массаж, ещё всё остальное. Дети там, да, 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 мне нормально. А потом, когда ты начинаешь с ней работать, когда, знаешь, уходит вся эта, напускная мишура, она сидит и вот такими килограммовыми слезами рыдает, и говорит, я всё это делаю, потому что я не знаю, куда себя деть. Потому что на самом деле мне уже и ни массаж этот не нужен, и ни танцы мне эти не нужны, потому что я бегу туда, от себя закрывая эту дыру, что я не знаю, как по-другому. И вот это очень важный момент, что мы опять же... Скажи, а вот если она призналась и выбор произнесла, это что происходит? То есть это какая-то происходит распаковка? Конечно, это приходит честность, и тогда мы можем пойти туда. И вот я... Ну, много методов, которыми я владею. И один из методов, это EMDR, такая практика, я не знаю, слышала ты, не слышала, совершенно невероятная. Она как раз для того, чтобы работать с разными травмами, в том числе с травмой отвержения. И у этой девочки, пока мы не... Ну, вот даже ей неважно 20, 30 или 50, пока она не отработает эту травму отвержения, пока она не при... Ну, вот этот прошлый опыт... Я это делала. Первая любовь, когда мальчик предпочел там не меня, я ему не дала, скажем так, чувствовала себя не готовой в 15 лет, а он в итоге выбрал в школе девочку такую давалку, и я очень сильно, полгода плакала по нему. Вот, и у меня только в 30 с чем-то лет я работала вот то, что ты рассказываешь. Да-да-да. И что там происходит? Там отвергли эмоции, там чувства, оттенок, соединенных, и там я о себе подумала, что я плохая, что у меня теперь правильно, ну, или правильно, или неправильно. Мы же сейчас-то в себе начинаем виниться и сказать, что я не такая хорошая. И я в это поверила. И потом я бегу по жизни и пробую эти доказательства найти. В одних в отношениях, в других, в пятых, а за бриллианты, а за любовь, а за то, а за сет. И не находим, пока мы не уйдем туда, вот в эту глубину, не проработаем, причем вот этой МДР-техникой у нас на курсе, я провожу в том числе живые сессии, реальные живые, там нет никаких записей заранее, где хватает 2-3 сессии для того, чтобы убрать эту травму отвержения. И тогда приходит вот это, знаешь, ощущение, что девчонки говорят, а не Юль, я прямо, как будто у меня тело так раз, расслабилось, и я иду, и мне не надо никому ничего доказывать. И я могу дома, честно, спокойно остаться и сказать, да, сегодня 14-й рай, я дома, но я дома не от того, что я страдаю, а от того, что я выбираю остаться дома. И вот эти вот глубинные вещи, ну опять же, то, что мы будем делать начиная с завтрашнего дня уже. Да, у тебя же курс стартует, я вам написала, видишь, старт уже завтра, остались считанные часы, и если кому-то откликается, девчонки, мальчишки, мужчины приходят, Юль? Нет, нет, это будет женская, вот это будет только женская. Хорошо, мальчишки, вы только послушали, вы немножко там это взбавите. Мальчишки, девочек своих отправьте. Да, отправляем своих девчонок, или кого вы планируете сделать своей женщиной, тоже вариант, да, и чтобы девчонки могли избавиться от этих вот зажимов внутри, с мамой блоков, ну, все то, что мы сейчас перечисляли, если почувствовали в себе отклик, вот когда, где чуваки пишут инсайд, приходите обязательно к Юле, она просто такая, я знаю, лишний раз себя рекламировать не будет, а я буду, Юля, потому что эта тема, ну, она действительно дает женщине такую внутреннюю свободу, и действительно, давай вот тут откровенно скажем, а ты подтвердишь мои слова, если у женщины и у мужчины она его питает, ведь действительно женщина, она мужчину напитывает, она отдает ему энергию, а он берет, это факт, нужно это обижаться, расстраиваться этому, надо это принять, и мы женщины, на самом деле, мы потом восполняемся прекрасно, если мы умеем это делать, то такой мужчина всегда будет финансово успешный, если мужик ваш хорошо зарабатывает, обеспечивает вас, балует вас подарками, сюрпризами, это ваша заслуга, в том числе и в сексуальной жизни, вот, поэтому учиться этому, раскрепощению, блокам, это вы инвестируете, в том числе, на то, чтобы вас баловали, и вы как сыр в маслеце, и в себя, и в свою семью, и в мужчину, курс будет повторяться, да, он будет следующий курс, через год, все программы я провожу свои раз в год, следующий будет через год, девочки, я представляю, сколько нужно действительно энергии, чтобы когда ты собираешь людей, вот, отдать, вот это все, пройти с каждым, вот, знаешь, как говорится, проехаться всей душой, вот, на этой карусели, раскрутить эту карусель, чтобы людей еще потом крутило, крутило, потому что я за качество, Саш, ну, блин, ну, правда, ну, нельзя здесь сказать сейчас, что приходите, я вам дам три техники, да не дам, приходите ко мне только те, кто правда готов по-настоящему, вот, хорошо с этим поработать, действительно, вот, ну, вот как у меня, я тебе говорю, было тогда принято решение, не, я не хочу как мама, я не хочу как бабушка, я не хочу как было вот там вот, я в своей жизни хочу по-другому, и поэтому, ну, и оно по-другому, да, это работает, это требует времени, но оно точно работает, и нужно просто захотеть, и чуть-чуть постараться. Юлина, к тем, кто сейчас решится на курс, к тебе, в шапке профиля у тебя, в твоем автобусе? Да, конечно, в шапке профиля у меня ссылка, там описание, там вы посмотрите отзывы, там посмотрите видео, почувствуйте, здесь очень важно, вот для всех девочки, прям, почему, ну, эфиры классные, интернет сейчас, это почувствуйте, откликаюсь ли я вам, потому что это очень важно, чтобы у вас было вот это ощущение, что я тебе верю, доверяю, посчитайте видео, посмотрите, и, в общем, добро, пожаловать. Для меня человек, который прожил в одних отношениях столько лет, сколько вы, сохранил желание, да, делиться, еще делиться, у него столько своего, что даже делиться приходится с другими, это круто, вот я, я сразу доверяю, прям вот сразу. Ну, ну да, наверное, все-таки это важно, я всегда смотрю на, ну, на то, что есть у человека у самого, ну, потому что, ну, по-другому, давай ответим на вопрос, или нужно, чтобы они мне не чувствовали себя, замечание будет проходить. Стоимость курса, я вижу, стоимость курса 9 тысяч рублей за 21 день, это то, что я вижу. Каждый, в онлайне, что, ну, самые частые, вот быстро сейчас отвечу, вопросы, которые задают в онлайне, личный кабинет, чат в Телеграме, где я сама на все отвечаю, утром и вечером лекции, смотрите в любое время, удобное для вас, у нас с нами и Америка, и Германия, и Словакия, и весь мир, поэтому любые часовые пояса, дети, мужья, работа, вообще все легко совмещается. Ой, слушай, а мужья в процессе, вот у тебя 21 день же, ты говоришь, длится, чувствуют, что пошла перемена какая-то, что же начала меняться женщина, если она ему не сообщает о том, что она что-то там проходит? Чувствуют, и я хочу тебе сказать, что чат, в котором девчонки, ну, общаются уже, да, в котором они куда приходят, он уже есть, и они там находятся, я там уже кое-какие вещи, медитации, я же делаю очень крутые медитации, в этом курсе будет медитация для пары, такая тантрическая медитация, когда ты себе ухо, ему этот наушник вставляешь, и вот эти вот сейчас беспроводные наушники, очень удобно, и вы начинаете просто идти за моим голосом, просто идти, и вся прелюдия будет сделана, там элементы тантрического секса, там элементы гипноза, потому что я этим очень всем хорошо владею, и дальше просто случается офигенный секс, и это можно начать делать, и тело наше, оно тренируется, оно, понимаете, оно к наслаждению, если вы ему раз даете, два даете, три даете, вот как с аппетитом, аппетит приходит во время еды, и также желание секса, оно происходит во время еды, чем больше вы им занимаетесь, тем больше его жизни в вашей жизни. Важно, в временных подойдет, мне кажется, почему нет? Подойдет, ну ничего, там, конечно, другой мрак, гормональный фон, но беременность у некоторых, наоборот, такой всплеск идет. Да, и там будут некоторые медитации, такие динамические, где мы с телом работаем, где мы убираемся, зажимы и напряжение, я буду делать по ним оговорки, все остальное вообще подойдет. Вот, и про мужчин, что мы еще не начали курс, а просто вот собрались в этом одном поле, и девочки уже пишут, Юль, я не знаю, что происходит, у нас уже сайт встал в два раза чаще. При этом мы еще не начали даже делать ничего. А это, кстати, очень влияет. Я тоже хожу, у меня нет такого, к сожалению, чата, как у вас, 21-дневного, но я иногда хожу на женские круги, и тоже возвращаюсь после этого круга, он даже не знает, где я была, и все сразу вообще фонтанирует, потому что мы, женщины, мы накапливаем себе это, и мы даем, мы прям вот фонтанируем. Спрашивая девчонка, а есть ли смысл, девчонка, женщина, спрашивай, есть ли смысл приходить, если пока еще нет партнера? Конечно, ну конечно, ну это, ну, то есть, вы как могли выйти притягивать? Конечно, да, конечно нужно, с какого возраста, 18, а, с возраста родителям начинать, вот это тоже, вот про это у меня будет лекция, смотрите, девочки, помимо меня в курсе будет лекция, ну вот от меня, с такого возраста, будет гинеколог, эндокринолог, репродуктолог, шикарнейший доктор, будет по голосу у нас лекция, потому что точка, Саша, ты сейчас тоже подтвердишь, да, рождение звука в паху, мне так нравится эта фраза, точка рождения звука в паху, и мы будем работать с сексуальным голосом, будет лекция, шикарнейший вебинар о том, как выглядит сексуальный от дизайнера одежды, ну в общем, такие дополнительные вещи тоже будут, поэтому... Ну на самом деле да, какие-то земные вещи, их никто не убирал, и мы можем как бы, да, с профессионалом прокачивать нашу энергию женскую, но какие-то все равно, если там выглядеть хорошо, быть ухоженной, соблазнительной, да, это тоже атрибуты, которыми пользуются хитрости женщины издревле, да, еще с пещерных времен, конечно, все хотели там, свеклу себе красили, щеки и шкуры. Следующий курс через год, следующий курс через год, и знаешь, Саша, ну у нас, наверное, уже скоро будет заканчиваться время, я всегда в конце эфиров своих делаю флешмоб, то есть, ну, то есть это то, чем я работаю, через расстояние, с энергией, если хочешь, давай быстренько сделаем для всех. Что это выглядит? Это выглядит очень легко и просто, то есть у нас есть фразы запрещающие, когда нам детстве говорили, нельзя, 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 нельзя. Точно так же работает в обратном, когда мы говорим себе фразы разрешающие, то есть, что это выглядит? Я, рассрочка, да, тоже есть, оплата в кредит есть, PayPal есть, все что угодно есть, просто приходите, берите. Что это делать? Сейчас мы с тобой придумаем какую-то фразу, и девочки будут ее капслоком, просто, как я говорю, во всю вселенную писать. Например, давай придумаем что-нибудь очень короткое, типа мне секс, выбираю секс, давай, или мне можно секс, вот какую-то фразу, давай такую придумаем, ее все начнут писать, и ты увидишь, какой вихрь уже, то есть, кто пойдет сейчас с своим партнером, у вас уже будет классный секс, я вам обещаю. Ребята, предлагайте, какую фразу вам можно быть готовы писать везде, в эфире, в сторисах, я выбираю секс, я люблю секс, я разрешаю секс, надо сейчас вот как-то поймать, вместе какую-то такую короткую фразу, и она зайдет всем, и уже в вихрь энергетический, я секс, я выбираю секс. Ну, пока вот, лидер, давай подождем, сейчас они, видимо, по брейнсторме это напишут, выбираю, иначе нравится, словно, что людям выбираю, ну да, выбор это всегда приятно, что выбор это все про тебя, ты. Слушай, ну классно звучит, смотри, я выбираю секс, я, сейчас мы вместе одну придумаем. Так, смотрите, вы выкладываете эту фразу, я выбираю секс, и показываете своим, в сторисах своих, как вы это делаете, вы поете, вы танцете, вы какие-то, не знаю, поделаете перед зеркалом, вы говорите какие-то слова в камеру, да, говорите, что я самая красивая, самая наполненная, самая ресурсная женщина, вы целуете своего мужчину, да, и говорите, я выбираю секс, да, придумайте, как хотите, пусть это будет вашей интерпретацией, как вы демонстрируете то, что вы выбираете секс, отмечайте, пожалуйста, Юлю, отмечайте меня, и я буду смотреть, и ребят, ну давай подарим, когда кому-нибудь, или что-нибудь, может быть, если успеем, если успеем, ты сможешь подарить курс свой, допуск, да, давай сегодня в течение вечера, не знаю, как-то сейчас они поделают, это ты выберешь самое оригинальное. У меня и меня отмечали тогда. Да, да, все, я договорились, я выбираю секс, я демонстрирую, как я его выбираю, отмечайте меня, Юлин профиль вы найдете у меня в сторисах, когда я сегодня делала анонс прямого эфира, я сейчас еще разочек выложу, да, для тебя, и вы с легкостью отметите, и не забывайте, в шапке профиля у Юли, вы найдете все о курсе, где, когда, зачем, и с чем это едят. Я выбираю секс. Я выбираю секс. Выбирайте девушку секс, потому что секс, это прям качество вашей жизни вообще, вот хочется жить в мире счастливых людей, сексуально удовлетворенных, жизнеудовлетворенных, потому что, ну это правда, когда ты выходишь, и тебя встречают другие сияющие глаза, это круто. Со всеми до встречи завтра, Сашенька, спасибо за приглашение, очень круто с тобой. Мне тоже очень понравилось, Юленька, у тебя очень легкая энергия, такая, знаешь, чистая открытость, приятная, как собеседник, и как женщина, и как коуч, я уверена, что у вас ночь, а у меня день, и я все равно пойду-ка на третий этаж схожу. У меня на третьем этаже... Давай, выбирай секс. Все, пока-пока-пока. Пока.